Россия, я скажу больше. Если бы Гитлер не напал на Советский Союз в 41-м году, вообще вот не было бы войны, из Советского Союза остался бы только один Сталин. Представляете, вот у нас же нашелся козел отпущения. Какой плохой Гитлер? Убил аж 28 миллионов. Причем, вы же знаете, как Сталин воевал. Он сказал советским солдатам переплыть через реку Днепр. Попробуйте переплыть. Ну давайте, идите. Плывите на реку Днепр. Он сказал, бросайте плащ-палатки, в них забивайте сено, завязывайте и плывите. Держитесь, как забоек. Ну они поплыли и утонули. Вот скажите, россияне, если бы Гитлер не пришел в Советский Союз, скажите, сколько бы из Советского Союза миллионов не дожило до 91-го года? Ну не потому, что не дожило, потому что они не могут жить долго. Конечно, все могут долго жить. Вы представляете, слава богу, был Гитлер, из-за которого все забыли, что сделал Сталин. Какие-то 4 ебучих года, 4 ебучих года выкинули, знаете, как с корова слезала все, что сделал Сталин. Вообще, вот не пришел бы Гитлер, пришлось бы отдуваться Сталина. Но пришел Гитлер и теперь, вот, враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, да? А куда людям нужно было идти, вот когда раскулачивали, а? Когда все деревни сжигали, а? Видите, как все получается. Значит, в 17-м году убрали царя, в 18-м расстреляли царя, расстреляли всех царских там родственников, всех военачальников, там, этот, Аврора, да, это, что тебе снится, крейсер Аврора? Ну, не знаю, на том свете, что ты снится, потому что тебя расстреляли. Зиновни, Каменев, там, в 36-м или 38-м были расстреляны абсолютно все. Голодоморы, там, кто-то говорит, там, 7 миллионов, кто-то говорит, 12, кто-то говорит, 15, 20. Казахи вам скажут свою цифру. Поволжья, Кубань, Украина, Беларусь, все имеют свои цифры, но все забывают, мы отмечаем ебучий 9-е мая. Офигеть! Это жесть какая-то. 9-е мая мы отмечаем. У нас миллионы людей лежат в ГУЛАГах. Братскими могилами, так, знаете, можно кашку вообще есть, вот так, тюм-тюм-тюм-тюм-тюм, да. А мы отмечаем, Гитлер плохой, Гитлер плохой. А вы знаете, что вообще тело Гитлера лежит где-то в Москве, вы знаете? Оно же не похоронено, его нет. Могилы Гитлера нет. Не потому, что его нет, потому что, ну, все его кусочки, косточки, да, зубки, все забрали, увезли к Сталину. Сталин, наверное, положил под подушечку, потом эту подушечку передал Хрущеву, потом Хрущев там Андропову, Брежневу, да, Ельцин. Сейчас Путин сидит там, зубки Гитлера считает. У нас проблема Советского Союза была не Гитлер. Гитлер не убил никаких казахов, никаких татар, никаких удмуртов, бурят. До Красноярского края он не дошел. А в Эстонии, вы знаете, в Эстонии, в Эстонии он вернул Печору. Красавец Гитлер. Белоруссии и Украине он вернул национальные флаги, языки вернул. Красавец Гитлер. Убил всех нахуй коммунистов. Слава тебе Богу, прошли хоть какие-то чистки этих ебучих комиссаров. Пожалуйста, Россия, не говорите мне некую славу, Потому что этой славой, этой славой, вы можете потереться кровью, кровью замученных Сталином людей. Просто замученных, уничтоженных, расстрелянных, растерзанных этими НКВ-детствами. И все до сих пор непонятно, где лежит в архивах. Вы по-прежнему изучаете какую-то фальшивую историю. Ненавидите почему-то Гитлера. Хотя Гитлер имел совершенно другие намерения, чем вам говорят в ШКОЛЕ. Он не ненавидел украинцев, он не ненавидел белорусов, он не ненавидел крымских татар. Вы знаете, кого он ненавидел, уже миллион раз сказано, понимаете? Так что, значит, когда вы говорите Советский Союз, слава, слава.